Добрый вечер, уважаемые зрители! В эфире программа «Тем временем» я, Александр Архангельский. Тема сегодняшнего выпуска нашей программы «Семья за пределами брака. Знак вопроса». Но прежде чем мы начнем дискуссию с уважаемыми собеседниками, давайте вместе с ними посмотрим сюжет. Меньше чем за 100 лет институт брака изменился сильнее, чем за всю предыдущую историю человечества. Суфражистки, коммунисты, хиппи, сексуальные меньшинства постепенно отменяли условности и устои. В Америке и Великобритании еще в 50-е годы 20 века классические домохозяйки считались основой добропорядочного общества. Но спустя всего десятилетия сексуальная революция полностью переменила ситуацию. В Советском Союзе сексуальная революция произошла уже в 20-х годах. Но при Сталине институт брака вернулся в жесткие, почти домостроевские рамки. А потом тоже стал слабеть. Сегодня только 56% взрослых американцев заключают официальные браки. В России каждый третий ребенок рождается вне брака. Мать-одиночка больше не изгой. Модно дружить с бывшими супругами и их новыми семьями. Разводы стали рутиной. Разнообразие форм совместной жизни – пробные браки, гостевые браки, шведские семьи – вступают в конфликт законодательством и традицией. Многие предпочитают не вступать в брак и сознательно жить одиночками. То, что раньше считалось жизненной неудачей, теперь превратилось в сознательный выбор. Все религии сходятся в том, что традиционная семья – это ценность, которая нуждается в защите и поддержке. Католическая церковь и ортодоксальный иудаизм до сих пор не признают разводов. Но факт остается фактом – семья существует и за пределами брака. Что это – крах прежней модели, о котором говорят социологи и антропологи, или вызов, с которым можно справиться, как утверждают социологи и священники? Об этом размышляют гости в студии программы «Темремень». С удовольствием представляю моих собеседников. Ольга Иосифовна Троицкая – психолог, член Московской ассоциации семейных психологов. Галина Юзефович – литературный критик. Анатолий Горьевич Вишневский – профессор, директор Института демографии и высшей школы экономики. Боро Угореван – представитель правления Еврейского музея. Протерей Павел Великанов – руководитель портала «Богослов.ру». Танзила Чебиева – кандидат исторических наук, научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН. Что здесь и сейчас происходит с семьей? Она как прежняя институция уже исчезла, а мы просто формальные институты сохраняем? Или просто прежние институты наполнились новым содержанием? Я думаю, что она очень сильно трансформируется, причём пока не очень ясно, в каком направлении. Я бы охарактеризовал вот эту ситуацию сегодняшнюю, как семья в поиске. В социальных сетях обычно, как статус в поиске. Ну вот так. Есть такое понятие у экологов – репродуктивная стратегия вида. У людей то, что сейчас происходит, последние 200 лет примерно, – это именно изменение вот этой репродуктивной стратегии вида. Оно заключается в том, что резко упала смертность, то прежнее поведение супругов стало бессмысленным, поскольку оно было как бы заточено на то, чтобы производить потомство столько, сколько женщина может. Сейчас такое поведение стало не только ненужным, но и опасным, что мы видим на примере Африки, допустим, или многих стран Азии, потому что дети не умирают, а выживают. Это великий прогресс, но это и нарушило то равновесие, которое вот всегда существовало. В 17 веке был такой немецкий теолог, протестантский пастор Зюсмель, который написал книгу «Божественный порядок в изменениях рода человеческого, подтверждаемый его рождениями, смертями и размножением». Главное, что было свойственно вот этой семье, от которой мы сейчас отходим, это спаянность, слитность трёх видов поведения – матримониального, сексуального и репродуктивного. То есть вы должны были вступить в брак, тогда вам было разрешено, разрешены отношения сексуальные, и естественным образом получались дети. Были нарушения всегда, как бывает нарушения всех правил, всех законов и так далее. Но основная масса людей жила вот по этим правилам, и они были объективно необходимы и жизненно необходимы, без них нельзя было выжить. Когда вот произошло вот это изменение и резко снизилась смертность, репродуктивное поведение должно было стать автономным. То есть вы должны были решать вопрос о рождении детей, независимо от того, вот вы в браке, у вас есть нормальные отношения, но вы должны регулировать число рождения. Иначе и люди психийно и постепенно в разных странах к этому перешли. Когда автономизировалось прокреативное поведение, то рассыпалось это триединство. Объективно оно лишилось основы. То есть стал возможен там брак, секс без брака, вне брака, рождение детей, секс без рождения детей и так далее. И вот это создало совершенно новые условия для семьи. Она стала жить в новых условиях, приспосабливая себя к новым условиям. И это неизбежность, и дальше будет только осложнение. То есть в поиске, трудно сказать, понимаете, я не хотел бы хвалить или порицать вот тот этап или то, что мы сейчас наблюдаем. Я понимаю, что все люди во всех странах находятся в поиске. Ну хорошо, есть религиозные семьи, которые жёстко стоят на этих религиозных предметах. Но это не большинство, уж точно не большинство. Возможно ли это традиционная семья? Или всё, или действительно мы вступили в новую эпоху? Сегодня существование нормальной традиционной семьи, оно также возможно, как и в любую другую историческую эпоху. Точно так же, как возможно существование человека, придерживающегося каких бы то ни было нравственных принципов своей жизни, или живущего так, как ему хочется. Утверждение, что сильное уменьшение процента детских смертей, оно привело к радикальному переосмыслению института брака, скорее похоже на некую научную гипотезу, нежели чем на объективную картину. Почему? Потому что, например, в православных семьях, там, где придерживаются традиционных христианских ценностей, не происходит изменение представления самой семьи вне зависимости от того, сколько детей рождается. В нём не происходит вот этого глубинного распада, смыслового распада института семьи, как созданного Богом. И мне кажется, здесь проблема-то не во внешних факторах, а во внутренних ориентирах самого человека. Поэтому, мне кажется, здесь надо бы перейти к теме именно внутренних ориентиров, смысловых ориентиров. Потому что вне поля чётких, недвижных, неизменяемых точек опоры мы не сможем даже приблизиться к пониманию, что происходит сегодня с семьей, и почему она действительно размывается как институт. Потому и размывается, а за что зацепиться-то? Но она будет дальше размываться? Или есть возможность? Конечно, будет. Она будет размываться в той мере, в какой размываются вообще ориентиры в современном мире. Но тогда, извините, не обижайтесь, я должен задать этот вопрос. Тогда не получается ли тот идеал, который вы описываете, некоторым музейным экспонатам в ограниченном количестве экземпляров? Вы знаете, он будет такой же музейный экспонат, как перестают быть музейными экспонатами сексуальные меньшинства. Это абсолютно то же самое направление развития нашего общества. Вполне может и такое произойти. Морох, ну вот есть и традиционная еврейская семья, и есть сегодняшняя семья, в том числе еврейская. Эти принципы, от которых никто не отказывался, и эта реальность социальная, биологическая, социальная, которые описывает Анатолий Григорьевич, они совместимы или уже нет? Я думаю, что то, о чём говорил Анатолий Григорьевич, это вещь практически необсуждаемая. Это наука, это подтверждается история, подтверждается статистика. Я бы только добавил, что если говорить о еврейских семьях, то на заре после холокостного воссоздания государства Израиль и до сих пор продолжается возвращение к репрессионному смыслу брака. Но я бы хотел сказать вот о чём. Именно для того, чтобы добиваться скрепа вот этой ячейки общества, институт брака и иудаизма наполнен двумя смыслами. Один очень близкий, о котором только что говорили, это то, что есть замечательная совершенно идея, что молитвенником не в том смысле, как мы сейчас используем это слово, а в том смысле, как заступником за общину, может быть, только семейный человек, у которого есть дети, то есть тот, который знает горести рода человеческого, тот, которому есть за кого молиться, грубо говоря, то есть который обременён материальными нуждами, в том числе содержания семьи. Это одна составная вот этого наполнения смыслом брака, то есть человек должен жить тем, что называется в иудаизме, путём земли. И вторая, гораздо более глубокая и гораздо более сложная составляющая, очень мистическая составляющая, особенно этим пронизаны идеи брака в каббалистических книгах, брак – это некая модель высших эманаций, то есть неких божественных эманаций. Человек воссоздавает царство Божье на земле таким образом. И это мужское, женские начала – это особая идея в каббале. Такое отношение к семье, когда это не только репродукция, но ещё и смысл жизни, то есть семья ради семьи, ради пути земли, и семья как воссоздание Божьего царства на земле, они в определённом смысле и в нетрадиционной еврейской семье, может быть, уже рудиментно, но существуют. Можно сказать, как-то автовистически и вполне фольклорные. Я бы хотел сказать, что кроме священных книг, я очень верю в художественную литературу, которая иногда подмечает то, что священные книги не ставили целью подмечать. Вот есть замечательный роман Владимира Жаботинского «Пятеро», я просто нашим зрителям напомню, что Владимир Жаботинский – одновременный один из отцов-основателей современного сионизма и выдающийся русский писатель начала первой половины XX века. «Пятеро» – это рассказ об ассимилированной еврейской семье, их там пятеро, то есть ещё рудимент на детей много, и там рассказывается о их судьбах. Есть совершенно замечательные размышления алтер-эго автора, который как раз и говорит о том, что распад личности, распад морали, а, соответственно, распад семьи в том виде, в котором понимает её автор, происходит тогда, когда табу начинает падать под вопросом, а почему нет, почему нельзя так, почему нельзя вне брака, почему нельзя без детей и так далее. Он говорит о том, что это особенно наблюдается в первом поколении ассимилированных семей, когда старая традиция уже рухнула, а новых традиций ещё не возникло. Танзил, а вот в том мире, которым вы занимаетесь, исламский мир, мир Кавказа, не всегда пересекающийся, но, как правило, пересекающийся, там есть извне ощущение, что там семья покрепче будет, чем в остальных. Возможно, традиционность брака сохраняется в обществе, которое сохраняет свою традиционность. То есть то общество, которое… То, что мы на нашем постмодернистском языке называем архаическое. Архаическое, да. То есть то общество, в котором сохраняется институт традиций и обычаев, но, как правило, в этом обществе сохраняется формат брака, какой бы он ни был. То есть архаисты и новаторы, я тебя понял. Практически, да. Большая часть республик Северного Кавказа и Кавказы в целом являются мусульманскими. То есть титры на этнос этих регионов, они, как правило, исповедуют ислам, неважно какого направления и толка. Но, согласно исламу, безусловно, семья является небольшой умой, ума в переводе с арабского, это сообщество исламское, небольшой умой в рамках более широкого понятия ума, то есть сообщества мусульманского в целом. И поскольку в исламе чётко определена позиция по отношению к браку, причём именно к официальному браку, то, безусловно, этот фактор является достаточно важным вообще в институте общественных формаций. Но помимо фактора религиозного, здесь, безусловно, играет фактор традиций и обычаев, который носит название адатное право, то есть обычное право, право адату. Согласно адату и согласно шариату в этих регионах брак, так называемый гражданский, не является общепризнанным браком. То есть обязательно должна пройти определённая процедура. Эта процедура имеется в виду определение государственным образом, то есть заключение брака официального. Но опять-таки такой официальный брак, когда люди идут в ЗАГС, значит, супруги, и заключают, скажем, такой супружеский договор, он тоже будет недействительным, пока не пройдёт бракосочетание на уровне шариата, то есть религиозного права. То есть без участия мулы, как правило, ни одно бракосочетание является недействительным. В этом смысле ислам, как религиозная система, является неким тормозом на пути к гражданским бракам. То есть именно официально с этим отношением играет значимую роль. Дети, рождаемые в таком браке, опять-таки, они общепризнанные. Они имеют какую-то надёжность, страховку, скажем так, перспективы и так далее. Поскольку вообще институт брака — это один из древнейших институтов общества, неудивительно, что его существование сохраняется именно в традиционном обществе. Насколько же неспособно традиционное общество как таковое в целом, и сколько оно ещё продержится? Это тоже очень сложный вопрос. Это вопрос. Вообще вопрос отношения к переменам. Что мы хотим, чтобы не было никаких перемен? Это переход. Мы имеем в виду тот смысл, переход от традиционного общества, да? Ну, все перемены. Происходят какие-то перемены. Должны ли мы оставаться всё время на наших незыблемых принципах, несмотря на то, что происходит? Кстати, мы за перемены от хорошего к лучшему, но не за перемены от хорошего к плохому. А они нас спрашивают, перемены от какого они к какому? Не спрашивают. Я бы тоже не стала молиться переменам, если говорить серьёзно, как иконе. Нет, как к ним относиться? Я не говорю, что... Я сейчас не ставлю про, что они обязательно хорошие. Но если они идут, то как... То они идут и в традиционном обществе не самостоятельно. Они идут всегда и везде. И на самом деле, по-моему, всё-таки задача общества, у нас как представителей какой-то степени общества, да, почувствовать, что стоит психологически за этими переменами, да, что происходит с людьми, когда идут эти перемены, да, как люди воспринимают эти перемены. Ну, не только психологически, а если объективно происходит, понимаете, идёт снег, вы одеваетесь, но вы учитываете, что идёт снег. Ну, если вы пугаетесь, если вы пугаетесь, тоже происходит объективно. Или вы не выходите на улицу, если идёт снег. Да, да. Может быть, так, но это реакция на... А если не идёт, то... То есть вы учитываете снег в своём поведении. А можем ли мы не учитывать... Можем ли мы не учитывать перемены? Вы же меняете образ жизни. И разговор идет о том, как вы воспринимаете падающий снег. То есть один вариант, перемена, снег пошел. Один вариант, семья посмотрела в окно, лгнулась и пошла отдыхать, сказав, как хорошо, что идет снег. Другое дело, семья развернулась и сказала, господи боже мой, в наше время еще и снег, детям ботинки покупать. Мы этого не выдержим. Ну, вы знаете, все-таки я еще раз хочу подчеркнуть, что в основе тех изменений, о которых я говорил, стоят необыкновенно позитивные, величайшие, может быть, за всю историю человечество перемены. Бог заботится о равновесии. В данном случае религиозная точка зрения совершенно не противостоит научной. Понимаете? Но вот это равновесие нарушено. Как на это ответить? Вы говорите «Ислам». Мы внимательно наблюдаем и за тем, что происходит в исламе. Иран за последние… Исламская республика, да? За последние два-три десятилетия резко упала рождаемость под влиянием официальной пропаганды исламской. Потому что этого потребовалось. А раз это произошло, раз это произошло, дальше уже события будут развиваться. Не сегодня, а так завтра. Потому что иначе не может быть. Другие функции стали у семьи. Но это не значит, что люди отказываются от семьи, или ценность семьи теряется. Но она должна быть какой-то другой. Нет того диалога между теологами и, скажем, представителями науки, который бы помог как-то осмыслить и переосмыслить всё это. Потому что, что для меня ясно, то одним морализированием тут ничего не сделаешь. Надо учитывать всё, что происходит. Но вот учитывая то, что происходит, к вам, как к семейному психологу, с чем идут? С тем, что хотят сохранить традицию, или с тем, что сталкиваются с реальностью, в которой эта традиция не работает? На самом деле ко мне идут прежде всего с испуганными глазами. Женщины, которые говорят о том, что они боятся, что мужчины не заходят жениться, и они останутся одинокими, а ужасно хочется семью, говорят они, когда они не в газете вступают и не по телевидению. И приходят мужчины, которые говорят, вы знаете, когда надо жениться, поднимается такая тревога, потому что мы из такой семьи, где все всегда ругались. Мы из такой семьи, где мать вечно была несчастной. Мы из такой семьи, где отец пил. Я боюсь, говорит мужчина, пока ты вроде живешь гражданским браком, ты вроде как бы еще в эту воду не вошел. Но почему, извините, тогда всегда ругались, всегда пили, всегда дрались? Вы забыли одну маленькую деталь. Но не боялись. Когда такая маленькая деталь, когда шла Великая мировая, и Великая Отечественная война, мужчины были на фронте, мужчины были на работах, вдовы, женщины, семьи остались с детьми. В нашей культуре, именно в нашей культуре, поднялись очень сильные женщины, которые стали псевдоглавами семьи. И вернувшиеся после войны мужчины в тяжелые годы оказались чужаками в какой-то степени. В какой-то степени женщина стала мужскую роль в семье не принимать. Рядом с матерями стояли на вытяжку сыновья, которые защищали мать от этого чужака. Они перестали, извините, кланяться отцу. Ну вот это действительно так. Это не архаизм, кланяться отцу. Это опора на старшее поколение. Это исчезло в воздухе. Семью затрясло, в ней появилось страшное напряжение. Война за власть в семье. Мужчины и женщины стали воевать. Людей связывало в семье, в расширенной семье, в нуклеарной семье, связывал канал выживания. Рождение детей. Да нет еды, нет одежды. Никуда не денешься вместе легче. Соединились и пошли. Здесь неважно, как ты относишься к партнеру. Вы поддерживаете друг друга. Стало легче дышать. И человечество проходит очень интересный период, когда ему надо научиться растить душу, обращаться к себе. Интересно, что вы все спорите с Анатолий Грючевым и выходите в ту точку, с которой он начал. Все в поиске. Все в поиске. Но надо понять какие-то основания того, что происходит. Надо понять, как в этих условиях жить. Семья может сейчас родить, допустим, двух детей, и тем ограничиться. И это почти гарантированно, что дети выживают. И не обязательно начинать их рожать 20 лет. Вы родите в 30, и вы доживете до того, как вырастут. Все это постепенно понимают. И во всех странах идет сдвиг возраста вступления в брак и рождения детей к старшим возрастам. И высвобождается вот эта зона до 30 лет, до 25 лет, когда люди могут себе позволить жить, не обзаводя семью. Там возникают партнерства, пробные браки и так далее. И это тоже элементы поиска. Вот я ничего из того, что я сейчас называю, я не хвалю, я не говорю, что это хорошо или так. Но надо понять. Потому что если мы все время говорим, вот это неправильно, вот это вы неправильно ведете, ваши нравы нас не устраивают, это аморально и так далее, мы не помогаем. Мы только загоняем болезнь в губ, травмы всякие создаем и так далее. Мы все говорим о традиционной семье как о чем-то таком, что должно сохраняться. Мы исходим из некоторой препозиции, что это вот прям вот такая клевая, классная вещь, и мы обязательно должны ее сохранить. Или, как вариант, что сейчас идет поиск какой-то другой новой модели, что вот от одной хорошей точки мы отплыли, другой хорошей мы еще не доплыли. Во-первых, нет и никогда не было такой вот единой традиционной семьи. И я думаю, что и традиционная религиозная еврейская семья, допустим, там, не знаю, времен рассеяния, и традиционная еврейская семья в современном Израиле – это довольно разные вещи, даже если речь идет о религиозных семьях. Точно так же, я думаю, это можно сказать и о православной семье. Не было никогда вот такой единой раз и навсегда установленной модели. Эти модели очень пластичные, даже внутри достаточно консервативных сообществ. Семья – живой, динамичный организм. И она… Галина, простите, что я перебиваю, но вот Борох сослался на литературу. Современная литература как-то эту проблему отражает, работает с ней? Главный современный американский писатель Джонасон Франзен, он пишет, собственно, исключительно семейные саги. Вот два его главных романа – «Поправки» и «Свобода». Это, собственно, история такого динамического распада традиционной американской семейной модели. Точно так же можно сказать, что… В итоге, кроме нее, все равно ничего нет. Кроме нее ничего нет, но и ее тоже нет, скажем так. Ее тоже нет. Это вот как раз-таки мы приходим к идее того, что поиск – да, идея того, что поиск – вот сейчас вот искали, искали, нашли. Это утопическая картина. И современная литература, она как раз это очень хорошо отражает. Есть много разных моделей. И все счастливые семьи счастливы по-разному, и все несчастные семьи несчастливы по-разному. Поэтому говорить о том, что мы сейчас должны прийти к какой-то одной модели, ну, по крайней мере, литература этого абсолютно не фиксирует. Вот, скажем, замечательная книга, которую я очень люблю, и которая, мне кажется, очень важна именно в этом контексте – это роман Майи Кучерской «Тётя Мотя», в котором параллельно существует несколько моделей счастливых, сложных, счастливых, разных семейных взаимоотношений. И нельзя сказать, что там как-то герои… И глубоко несчастных. И глубоко несчастных, но, собственно, но при этом живых и настоящих. То есть мне кажется, что современная литература в этом смысле очень репрезентативна. Она как раз рисует множественность разных моделей. Я бы даже, может быть, не укрепил, а перевернул несколько идей о традиционной еврейской семье, скажем, потому что речь идёт даже не о практике, но и о теории. При том, что зафиксированный законодательный институт брака еврейского существует около 2000 лет, то есть со времён фиксации Мишны еврейского законодательства, она за обозримый период, эта практика законодательная очень сильно изменилась. То есть нет сегодня семьи, которая живёт по законам Талмуда. Практика эта менялась в первую очередь за социальных причин, причём не скрывая этого. Скажем, в институте европейского еврейства был отменён институт многожёнства. В восточных общинах он сохранялся и сохраняется в Йемене, скажем, до сих пор. То есть социальная обстановка вокруг меняла еврейское законодательство в этой общине. Статус женщины изменился невероятно. Совершенно дикие обязанности отца и мужа, прописанные в Талмуде. Муж должен воспитывать жену розгами, жалеющий палку для своего сына, его не любят и так далее. Современные еврейские просто категорически запрещают бить даже детей. Уже не говоря о жене, это просто непредставимо. Поэтому традиционная семья, я совершенно с вами в этом согласен, не только на практике, но и на теории, это фантом. Это семья, существующая по меняющимся законам. Настолько, насколько эти законы... Когда что-то сохраняем? Вот я с этого начал, сохраняются задачи семьи. Задачи. И это далеко не только воспроизведение потомства. Кстати, насчёт воспроизведения потомства, традиционная еврейская семья во многих своих формах ограничивает обязанности жены рождением двух детей, мальчика и девочки. То есть они должны быть разнополными. Это совершенно не значит, что традиционные еврейские семьи ограничиваются двумя детьми. У меня, например, шесть детей, и мы не собираемся останавливаться. Но это вовсе не значит, что если моя жена на каком-то этапе перехотела бы рожать детей, у меня были бы какие-то инструменты религиозного права для того, чтобы её этому заставить. То есть вы пожалели бы палки. Не только пожалел бы, никто не позволил бы её употребить. И она была бы вправе, не дай бог, требовать развода в таком случае. Так что это вполне себе изменяемая конструкция, а не такая консервативная, как это представляется. Занимаясь этнологией, этнографией и социальной антропологией, я заметила следующую картину. Значит, почему сегодня не сохраняется институт брака? Или почему сегодня он стал так уступать, скажем, место гражданскому браку, да? Меняется мир. Мир меняется. С имущественной дифференциацией, с экономическими процессами, которые происходят в современном мире, положение женщины тоже меняется. Меняется не только внутри семьи, но и, скажем так, в обществе. Она имеет сегодня широкий спектр прав, и поэтому задаётся вопрос, а есть ли ей необходимость, скажем, заключать официальный брак, если она, в принципе, может иметь точно такие же условия брака, какие бы она имела в случае, если это был бы официально закреплённый брак? Мы говорим о том, что, к примеру, в восточных культурах, на Кавказе, если будем говорить конкретно, большой показатель заключения брака. Но удивительно, что на протяжении последних пяти-шести лет мы наблюдаем, согласно статистике, большое число разводов. Это говорит о том, что, значит, какие-то явления, какие-то причины стоят во главе угла, что приводит к таким резким изменениям в социальных формациях. То есть для кавказского общества, для восточного общества это уже крайняя форма, крайняя мера. То есть это говорит о том, что происходят глобальные изменения. И, на мой взгляд, они напрямую зависят вот как раз-таки от экономики. Ну, к примеру, согласно переписи населения до 2010 года, самый высокий показатель рождаемости был в Ингушетии. И, в принципе, эта статистика, она сохраняется по настоящее время. Но, допустим, последняя перепись говорит, что, допустим, на территории среди народов немцев показатель превысил, чем те, которые были, чем те данные, которые нам показывала республика на протяжении последних лет. Рождаемость высокая. Но в то же время мы говорим о том, что в современной республике Дагестан, Ингушетии, в Течне, как правило, в семье стало очень даже не модным, а необходимым только рождение двух детей, не более двух детей. Это связано с чем? С тем, что возможности поставить на ноги. То есть наоборот, да, мы видим другую картину. То есть дать образование, воспитать. Смена ценностных ориентированных. То есть это напрямую зависит. Два ребенка – это мировая константа всей человеческой истории. Только они получались, эти два ребенка, другим путем. Все рожденные умирали, осталось примерно два. И это просто подтверждается всей историей. Выживает в расчете на одну женщину, там, два с хвостиком ребенка, то население не растет. И вот оно не росло тысячу лет. Это значит, что так было. Другой механизм был получения того же самого результата. Тот же самый Зюсмель, что он говорил, то он сказал, что Бог стремится к равновесию, и дальше он говорит. Бог незримый, но справедливый и мудрый, который в большинстве семей, как кажется, по крайней мере, когда речь идет о смерти детей, отступает от этого правила, что не мешает ему, когда речь идет о целом, применить его с мудростью. А сейчас ситуация совершенно другая. Вот есть божественный порядок, вот он так или иначе определенно неважно. Может ли Бог изменить порядок? Изменить порядок. Сам Бог. Порядок где, в чем? Ну, в чем угодно. Ну, вот в этом, например. Вот, согласно религии, есть определенные предписания, там, нормы, морали. То есть вы имеете в виду, например, может ли Бог отменить седьмую заповедь? Когда изменяется цивилизация? То, что Бог дал, может ли он изменить? Если то, что является... Если, допустим, не является ли это вот это вот снижение смертности, допустим, которое мы объясняем там научными основаниями, и потом снижение рождаемости, и все остальное, что из этого вытекает, нельзя ли это трактовать тоже как действие по велению как бы нового порядка, который утвердил Бог? Я повторяю, может быть, это... Да, понятно, спасибо. Вопрос очень интересный. На самом деле... У меня потом будет более примитивный вопрос. Заповеди Божии, они универсальны. И в никаком изменении заповедей, то есть краеугольных камней, на которых опирается все-таки традиционная человеческая семья, речи идти не может. Но речь может идти немножко о другом. Здесь как раз-таки я поддержал бы вашу позицию, что даже с точки зрения самой, казалось бы, консервативной стороны православных верующих мы видим, происходит действительно динамика изменения, осмысления самого брака, где уже отношения между супругами, они становятся первичной ценностью, вне зависимости от того, сколько детей появляется в браке. Но другое дело... Тут уже вопрос, выходящий за предел, может быть, даже нашей сегодняшней дискуссии. Если супруги сознательно не хотят в браке иметь детей, является ли это нормой? Возвращаясь к произнесенным здесь словам, что традиционная семья – это фантом, это абстракция, я бы, конечно, решительно не согласился. Есть определенный круг ценностей, которые не изменяются. И именно этот круг формирует то, что мы называем, все-таки мы хотим договориться о понятиях, мы называем это традиционными семейными ценностями. Но хорошо, не меняется отношение к заповедям, к основным принципам, но к поведению человека, даже по отношению к этим заповедям, отношение может меняться. Сюжет романа Толстого Анны Каренина не работает, потому что после этого, в 20 веке, отношение к поведению людей, вступающих в ситуацию разлома и развода, изменилось. Да, сегодня второй брак венчается на основании заявления о гражданском расторжении предыдущего брака. В связи с расторжением гражданского брака прошло разрешение повторного венчания. Да и так далее. Архиереи, Синод взяли на себя такую ответственность, потому что изменилось социальные условия существования человека. Это же тоже меняется, это же тоже учитывается смена моделей. Более того, сегодня мы читаем социальные концепции русской православной церкви, что не имеет права духовник запрещать приступать к чаше супругам, которые не венчаны, но находятся в зарегистрированном браке. То есть, де-факто, церковь признает святость брака, который не освящен церковью. Это на самом деле очень серьезный шаг в развитии осмысления брака как таинства, совершаемого Богом в отношении мужа и жены. И мы сегодня видим, что даже начиная с Розанова, которая написала, что связь пола с Богом гораздо больше, нежели чем связь ума и даже совести с Богом. То есть, та идея, которую вы предложили в необходимости очень тесного и глубокого продумывания самих каких-то экзистенциальных корней отношений между мужчиной и женщиной, конечно, это актуальнейшая тема для богословия. И мы с радостью будем этим заниматься вместе с вами, если это будет получаться. Борух сказал очень важную для меня вещь, а именно о том, что главным в браке является сохранение его цели и задачи. А вам не кажется, что цели и задачи брака, вообще цели и задачи семьи очень сильно изменились? Развольте тогда семейному психологу, системному семейному терапевту все-таки слово сказать. Семейная система не имеет другого цели полагания, кроме сохранения семьи. А лаверды. Рождение детей – это тоже сохранение расширенной семьи. Ну, не обязательно. Вот я согласен, что это христианский брак не обязательно. Это действительно так. Семья – это система, направленная на самосохранение. И воспроизводство. И воспроизводство, да. А самосохранение семьи, системы – это сохранение расширенной семьи. То есть, да, вот… Нуклеарность. Сохранение всего большого, что стоит за каждой семьей рода. Но мы сегодня наблюдаем… Когда он продолжается, семья сохраняется, да. И вот здесь бы я хотела сказать, что есть в нуклеарной семье, ну, то, о чем мы говорим, это нуклеарная, нерасширенная нуклеарная семья – это не род. Хотя в ней гудят послания архетипические рода предыдущих семей. И в этой семье, как бы, да, вся ее система взаимодействия зависит только от взаимодействия двух элементов. Мужчины и женщины. Мужа и жены. Это история про то, что не справляются мужчины и женщины в семье. И основная сейчас проблема, с моей точки зрения, терапевта, который встает перед обществом, да, это помочь этим людям справляться, потому что школы не было. Была школа выживания. Жестокая, тяжелая школа выживания. Выживи, подними детей. Был достаточно объектный способ отношения друг к другу. Плохая жена. Была бы хорошая, все было бы хорошо. Плохой муж. Это вы говорите о каком времени? О сегодняшнем. Извините, до сих пор гудит. Понятно. На каждом приеме, в каждой группе. Живые люди приходят. Они же, простите, не всегда читают. Научное исследование, как бы, да. И не всегда знают, что это уже устарело. Они все время это говорят. Они говорят, как найти хорошую жизнь. Либо у них в голове картина мира, не совпадающая с их практической жизнью. Да. А практическая жизнь людей, как бы, да, далеко не всегда совпадает с картиной мира. К сожалению. Она то отстает, то бежит впереди. Я все-таки хотела бы проявить чудовищное занудство. Извините. Я буду сегодня занудой. Меняются цели и задачи. Мы сегодня наблюдаем очень многие семьи. Я даже не говорю сейчас о гомосексуальных семьях, которые тоже есть. И мы можем делать вид, что их нету, но они есть. Они очевидны, если они существуют, они отвечают каким-то потребностям. Есть семьи, построенные по принципу дружбы и партнерства, в которых, скажем, муж и жена, деловые партнеры, они вместе строят какую-то систему, которая не является строгом смысле слова традиционной семейной системой. Это не семья, если нет. Опять же, опять же. Давайте мы все-таки не будем называть семьями то, что не является семьями. Пришло время расширять этот термин. Простите, но в таком случае любая, как бы давить у президента, президент фирмы, это семья. Мы просто сакрализуем понятие семьи. Это просто некоторые условия, которые мы не оговорили сначала, что семья – это нечто сакральное. Это союз, обязательно мужчины, обязательно женщины, обязательно предполагающий рождение детей, обязательно предполагающий некоторую традиционную модель. Просто мы этого не оговорили изначально. А вот я хочу еще раз прочесть цитату, если можно. Ну, ученый, что сказать. Несколько слов, которые сказал Бердяев, и не такие люди, как я цитирую Бердяева. Что он писал? «С формами семьи связана была тирания, еще более страшная, чем тирания, связанная с формами государства. Эмансипационное движение, направленное против таких форм семьи, имеет глубокий смысл. Есть борьба за достоинство человеческой личности. Евангелие требует свободы от рабства у семьи». Значит, это относится все-таки не к вымышленной традиционной семье, а кто Бердяев жил уже тогда, когда что-то менялось. Это попытка ответить вот на те вопросы, которые связаны с идеализацией. Той семьи, которая, кстати сказать, в идеале, да, это было там общение душ, а крестьянская семья, это в первую очередь было как раз... Простите, дозвольте прервать, я как раз не говорила о том, что я идеализирую семью, в которой женщины не было паспорта и крестьянскую семью, где спали в повалку. Нет, нет, я не об этом говорю. Вам показалось неверным, когда говорят, что если мужчина и женщина объединяются для какого-то дела... Нет, я сказала не об этом. Вот смотрите. Если мужчина и женщина, как мужчина и женщина, объединяются вместе, для того, чтобы жить, как мужчина и женщина вместе, и выбирают для себя дело, это семья. А когда два человека, любые мужчины, 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 женщины и женщины собираются вместе, чтобы заниматься бизнесом, и иногда спят друг с другом, просто потому, чтобы далеко не ходить, то это не семья изменить. Окей, тогда вы сразу вычеркиваете, много миллионов крестьянских людей. Можно высказать протест? Мы очевидным образом размываем до невозможности тему. Может ли мужчина любить мужчину искренней любовью, как его предки любили или должны были любить женщину? Может, потому что любовь у него в сердце есть. Может ли какие-то квази с традиционной формы сохраняться в совершенно нетрадиционных сосудах? Могут. Могут ли искры добра быть возле любом? Могут, разумеется. Ничего это не значит в ровном счёт. А мне кажется, в какой-то момент мне показалось, что-то забавно очень перевёртыш. Мы говорим, не идеализируйте традиционную семью. Да бог с ней, её не идеализировали никогда. Все над ней вечно изгалялись, как могли, рассказывали о том, как страшно это было, как бы, да, как поменяли друг друга люди традиционной семьи. Об этом написано тома. А на самом деле у меня такое ощущение, что современный мир начал идеализировать нетрадиционную семью. Он начал верить в то, что мужчина и женщина, делающие бизнес, как бы, да, и не чувствующие себя мужем и женой, это счастливая семья. Он начал верить в то, что два мужчины, как бы, которые усыновили ребёнка, это счастливая семья. Поверьте мне, человек из этого сообщества, да, приходящий на терапию, смотрит очень тяжёлыми, тревожными глазами и спрашивает, скажите честно, я не опасен для своего сына? То, о чём вы говорите, может быть, связано и с другим, с тем, что опыт жизни в современной семье, традиционной по форме, настолько плачевен для очень многих людей, что они начинают верить, что есть где-то за пределами уже пройденного опыта что-то такое, что освободит нас от всех проблем, которыми мы не справились в этой структуре. И, может быть, там, а там то же самое. Мне кажется, мы возвращаемся к основной теме, имейте ли быть. Либо мы хотим иметь какую-то внешнюю оболочку, в которой мы решим сразу все свои проблемы, либо каждый из нас взваливает на себя другого и тащит его туда, куда надо. И проблем это нету. Решается проблема. А почему они не могут существовать параллельно и быть равноценными, и восприниматься как равноценные разные формы? Кто-то хочет взвалить друг друга на себя и нести, покуда смерть не разлучит. Кто-то хочет вместе растить детей, не впитая друг к другу какой-то глубинной сердечной привязанности. А детей отправляют на постоянную терапию к психотерапевту от рождения до последнего дня, поскольку они с этим приходят к травмированию. Необязательно. Ольга, я должен сказать, что, понимаете, у вас тоже, как у любого профессионала, перекос. Потому что вы имеете дело с теми, у кого есть проблемы. Нет, вы знаете, что правее, поверьте мне, сейчас на терапию пошли люди, которые раньше не шли на терапию. О чем бы вы ни говорили, какие бы позиции вы ни занимали. Речь о двух вещах. О том, что есть реальность, и мы не имеем права закрывать глаза на то, что она не такая, как нам хотелось бы. Это то, на чем сосредоточены были вы. И есть принципы, которыми мы не хотим поступаться, никак не на Андреева, по-другому. Даже если эти принципы, по каким бы то ни было причинам, не совмещаются с той реальностью, которая нас окружает. Это всегда выбор, и это всегда осознанный выбор. Другое дело, что мы не затронули миллиард вопросов, стоящих попутно. А что делать, если любовь ушла, и люди друг друга потеряли? А что делать, когда в результате бурных социальных процессов людей разносят в их опыте, они вступали в брак одними, а через 20 лет каждый оказался другим, потому что этот развивался, а этот нет. И наоборот. Это вопросы, которые каждый раз приходится решать индивидуально, и никакого ответа готового про конкретное решение здесь и сейчас нет. Иначе бы вы были не нужны, и вы были бы не нужны. А поскольку вы нужны, то предлагайте проблемы, а вы ищите решение. Спасибо огромное вам за этот разговор. Увидимся в следующий понедельник на канале Культура. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»